Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравятся? Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. В 70-е, 80-е годы купить хорошую добротную обувь было проблематично. Сегодня выбор есть, только качество не всегда соответствует. Не каждое обувное предприятие может себе позволить использовать в пошиве сапог либо туфель натуральное сырье. Ведь такое производство требует больших вложений. Собственники одного из приднестровских обувных предприятий в свое время не побоялись инвестировать в модернизацию производства. И сегодня фабрика «Софтшуз» не просто держится на плаву, а и продолжает наращивать объемы. Самый основной успех – это то, что мы на сегодняшний день работаем. Мы работаем практически с загрузкой на 95%, а по отдельным цехам и подразделениям порядка 100% загрузка. То есть у нас есть заказы, у нас есть определенные сроки, и мы успешно работаем. То есть мы можем похвастаться тем, что у нас есть заказы, и они расписаны практически аж до сентября месяца. Технологическая модернизация и реконструкция цехов были проведены и в рыбницком филиале «Софтшуз». Количество работников увеличилось со 120 до 602 человек. Каждый сезон разрабатываются новые модели. Сегодня продукции одного из успешных приднестровских предприятий обувной промышленности «Софтшуз» поступает в 80 стран мира. Для европейских стран, для стран Азии, для стран Америки, Южной. Поэтому география большая. На сегодняшний день достаточно большой наш клиент английский БХС. Есть еще ряд клиентов. Это Арабские Эмираты, это Соединенные Штаты. Ну, печень большая. В прошлом году на обувной фабрике «Софтшуз» было выпущено более миллиона пар обуви. Несмотря на то, что практически вся продукция экспортируется, «Софтшузовские черевички» можно приобрести и в трех фирменных магазинах, которые открыты в террасполе, бендерах и рыбнице. Так что свой профессиональный праздник – День легкой промышленности – работники предприятия встретили не только с хорошими результатами, но и с обнадеживающими планами на будущее. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.